здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика начинаем вязать наш свитер красивый с рукава я всегда вяжу вещи где нужно вязать вот шивной вот этот рукав с окатом где не спущенный не реглан а именно вот этот тип рукава поэтому я начинаю с рукава далее вы поймете почему именно значит мерки для своих размеров я вижу подруги поэтому взяла ее футболку и сняла мерки почему футболку опять же объясняю взяла ту футболку которую она с длинным рукавом которую которая на ней хорошо сидит то есть длина ширина вот все как она хочет чтобы был этот свитер поэтому первая мерка я не пишу сколько потому что у каждого будет своя это длина общая длина изделий потом ширина общая ширина изделий длина рукава от верха рукава вот именно момент нашего пришивания до конца и ширина рукава далее что мы вязали образец и я посчитала тот момент где у меня коса и косичка вот в этом моменте посчитала плотность вязания я его к сожалению уже распустила поэтому показать вам не могу и примерно вычислила по плотности вязания вот это расстояние то есть два этих расстояния приблизительно ну как бы по плотности вязания по ширине как бы плотности вязания набрала 50 петель и провязала 26 рядов резинкой 2 на 2 спицами двоечка я вязала потом перешла на спицы троечку и вязала уже основным узором сделала я три косички из 4 петель здесь вот у меня давайте я вам нарисую чтобы было понятнее значит всего 50 петель провязала 26 рядов резинкой потом перешла на вот этот основной узор и на спицы троечку значит тут у нас коса 4 петли коса 4 петли коса 4 петли вот они три между ними 13 петель изнаночной глади и вот здесь вот у меня 6 петель все включая кромочную то есть 5 петель и 1 кромочная 5 петель изнаночных и 1 кромочная далее вязала основным узором вот показываем вот я вязала основным узором так добавляла я петли в каждом шестом ряду косу косу вязала в каждом шестом ряду девчонки не в четвертом как я говорила и добавляла в моменте где я перебрасывала эту косу где и где я вывязывала косу я добавляла петлю в начале и в конце ряда в каждом ряду то и всего добавляла 20 раз то есть в итоге у меня получилось 25 петель вот здесь вот они мои петли так далее буду вязать окат рукава с этим все рассказала объяснила окат рукава классический по классической схеме она гуляет ходит у нас в интернете давайте я тут в каждом 20 раз в каждом шестом ряду добавление и далее вяжем наш окат окат как я говорила классический схему я вставлю в видео чтобы вы понимали я думаю вы ее видели все это наше количество петель если мы сложим рукавчик на пополам вот он есть у нас здесь количество петель его мы делим на три равные части у меня тут 45 петель делю на три части получается 15 петель каждая часть всего у нас будет три вида убавлений первая часть на первые 15 петель я закрываю сейчас будут писать вам вот это допустим моя первая часть я тут закрывает 4333 и 2 то есть начале и в конце ряда мы закрываем петелечки таким вот по такой вот схеме если у вас больше петель добавляйте как-то два раза по четыре либо четыре раза по три то есть распределяйте вот эти вот примерно в пять убавлений больше пяти я думаю ну возможно шесть более шести не надо то есть эти все петли из первой тройки вы распределяете на вот эти пять максимально шесть убавления 2 3 4 вот и в конце верни не в конце в начале изнаночного ряда я точно также убавлю 4 петли и буду вязать потом следующем ряду следующий раз 33 потом по 2 далее вам покажу так вот так вот выглядит наша первая часть убавлений с обеих сторон далее вторая часть вторые следующие 15 петель следующую троечку мы убавляем в каждом втором ряду по по одной петли с 15 раз то есть в лицевом ряду мы убавляем начале ряда и в конце ряда по 2 петли я буду провязывать здесь после кромочной а здесь перед кромочной и так 15 раз то есть мы продвигаемся к этому нашему окату плавно вот здесь я вот не плавно нарисовала так вот оно будет выглядеть следующие вот эти наши 15 петель я криво нарисовала вот после кромочной я буду провязывать просто по 2 петли в начале и в конце ряда в лицевом ряду изнаночные буду вязать без изменений вот смотрите закрыла я 15 петель в каждом втором в каждом лицевом ряду вот она наша вторая часть и третья часть осталось мне здесь 30 петель и щек я буду закрывать по 3 петли в начале каждого ряда пока не закончатся петли просто начинаю ряд с того что закрывают 3 петли вот такой вот а катик вот так вот 3 петелечки я закрываю вяжу ряд до конца следующий поворачиваю следующий ряд начала закрывает 3 петли вяжу ряд до конца вот он готовый рукав уже постиранный и высушенный все равно видите я разложила она скручивается но когда сочлется и будь когда мы прищем его сошьем все будет нормально вот как проверить вот вот эта мерочка под мышками самая широкая 33 сантиметра у меня и длина соответственно по длине рукава я вяжу чуть длиннее девчонка никогда не вижу впритык рукавчик вот так 60 сантиметров длина рукава у меня и 33 вот здесь вот ширина но в принципе все мои хорошие а что хотела еще измерить так чтобы вы ориентировочно понимали когда вяжите рукавчик вот сколько из 60 сантиметров у меня вот этот так от занимает где-то приблизительно 15 сантиметров вот 15 сантиметров вот он это я вам говорю для того чтобы вы примерно вот из этой длины отняли 15 сантиметров и это будет 15 сантиметров наш окат вот когда вяжите до под мышечек потом плюс вернее от общей длины отнимайте 15 сантиметров конечно же может быть зависимости от не таки спицы 16 сантиметров и 17 и 14 но давайте будем ориентироваться на мою плотность на мою плотность 15 сантиметров приблизительно я думаю даже если у вас будет 17 16 не страшно на рукава но все пойдет тут резиночка удержит так что плюс минус 22 сантиметра на рукаве роли не играют вообще в вязаных вещах я считаю такие маленькие цифры не играют большую роль все всем удачи девчонки вяжите рукавчики далее продолжим с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока удачи и